Родители маленькой Маруси в этом году здорово порадовали сотрудников зоопарка. Появление детенышей рыси здесь ждали несколько лет. Говорят, молодая кошечка растет активно и любит людей. В день матери посмотреть на малышей и их родителей пришли третьеклассники. Ребята уверены, животным мама нужна не меньше, чем людям. Очень много хищников, которые их могут съесть. И они не знают, как охотиться, добывать пищу. И их мама, папа, у некоторых показывают, как охотятся, кормят и защищают. Если он будет жить хорошо, мама будет его хорошо кормить, он будет большим, сильным животным и красивым животным. В этом году в зоопарке родилось более сотни детенышей, если вместе считать потомство птиц, рептилий и зверей. Последний приплод – крокодиловые кайманы, которые появились на свет этой осенью. Но у рептилий материнский инстинкт оставляет желать лучшего. Детеныши с рождения предоставлены сами себе. Чего не скажешь о млекопитающих. Именно они становятся лучшими родителями. Дальневосточный леопард Фелиция – местная мать-героиня. За два года она родила и выкормила самостоятельно пятерых детенышей. Для многих животных неестественные условия являются стрессами. Они просто отказывают от своего потомства. Но для Фелиции – лучшей матери самарского зоопарка – это не проблема. У большинства животных мама нужна обязательно и надолго. Если мы возьмем кошачьих, то это может быть год или два. Если лис и волков, то это обычно до года. Ну и, соответственно, чем меньше животных, тем меньше она находится с мамой. В следующем году в зоопарке ждут появления детенышей соболей. Здесь эти зверьки еще ни разу не приносили потомство. Маленьких соболят планируют приручать.